Набутов здесь, цифровой океан Набутов здесь, цифровой океан И по традиции мы немножко ленимся А наши пишущие коллеги подгоняют нам Каких-то знаковых представителей Разнообразных цифровых индустрий Российских Но вот сегодняшний эфир В смысле знаковости Как обычно проходит у нас Но редкий случай в том, что у нас сегодня государственный чиновник Так еще не представляет Ну все-таки государственный же чиновник К большому счету, да? Макс, если можно чуть-чуть поближе к себе Но как раз тот самый чиновник Который отвечает за развитие Разнообразных, в том числе цифровых Индустрий И инноваторских Всяких разных проектов Прошу любить и жаловать Молодой, талантливый, толковый Выпускник Бауманки Максим Власов, замген Дира Агентства инноваций города Москвы Курирует развитие молодежного технологического предпринимательства В столице и в регионах Она слушает, кстати говоря, в регионах И сегодняшний эфир будет интересен многим Например, если у вас дети задумывают какие-то интересные проекты Нам нельзя предложить Да, да, да И Макс сегодня расскажет, как получить бабки Как зайти в Москву со своими идеями и так далее Мы постараемся сделать такой практически применимый И практически полезный эфир Также Максим курирует международный хакатон Лидеры цифровой трансформации Премиум мэра изобретателем Новаторы Москвы Непрерывную программу развития стартапов ранних стадий Академии инноваторов Руководил Moscow City Hack в 21-22 году Ну, я сейчас говорю, он человек Ну, как бы из науки Выпускник Бауманки То есть понимает То, чем занимается Спасибо за подводку Доброе утро, уважаемые слушатели Подводка Которая, мне кажется На такой небольшой процент Показывает то, чем мы реально занимаемся Я представляю агентство инноваций Москвы Это институт инновационного развития Правительства Москвы Наша основная задача Помогать тем, кто готов Горит, у кого есть желание Создавать что-то классное и крутое И внедрять это в столицу Причем на каждом этапе создания этого продукта В чем? Чтобы понимать Мы говорим не только про приложения Или про софтинки какие-то Нет, конечно У нас есть, понятно, классическое разделение На софт и хард Историю Это нам, наверное, проще подходить Выбирать партнеров, менторов, экспертов Но можно прийти с любой идеей К нам приходит Хотим открыть глэмпинг в Подмосковье Мы говорим Не совсем, конечно, про технологии Но мы так или иначе Помогаем этим ребятам Запустить Упаковать бизнес-модели И отправляем отраслевые акселераторы А я кофейню хочу открыть Новую франшизу придумал Агентство инноваций Это такая структура Внутри департамента предпринимательства Поэтому мы помогаем всем Кто хочет стать предпринимателем в Москве У нас есть коллеги в малом бизнесе в Москве Которые вам помогут Упаковать кофейню за 5 дней Поэтому 100% приходите Мы никого не... И это бесплатно? Конечно Мы, госучреждение, которое должно И это наша основная задача Помогать бесплатно Тем, кто хочет создавать что-то в Москве Поэтому приходите с кофейней С отелями Но мы сегодня все-таки сфокусируемся На технологиях На хардварных каких-то историй На классных приложениях Которые ребята разрабатывают Окей Вот смотрите У меня как раз Мне ваша пресс-служба замечательная Мне вообще приятно с молодежью иметь То есть я, конечно, и стартапер Но и старпер уже Поэтому в одном лице Это разные вещи, кстати говоря Это два разных качества Абсолютно разные вещи Два разных качества Но это совершенно не означает того Что старпер не может быть стартапером Абсолютно точно Можно аккуратно совмещать 100% Короче, чтобы не повредить здоровье Вы знаете, давление скачет А здесь много нервов Это всегда с нуля Будьте аккуратны со стартапами После 45 Что я хотел сказать Так вот, ваша замечательная Пресс-служба мне прислала Несколько каких-то кейсов Которые его буквально Недавно там Помогали в реализации Например Например Один из первокурсников Российских региональных вузов Придумал и запатентовал Умную тележку для супермаркета Роботизированная тележка Должна своим ходом Сопровождать покупателя Пока он ходит по магазину У него встроен сканер штрих-кодов Весы, кассовый терминал Аналогичные конструкции Разработаны параллельно Студентами из Рязани Стартап Кейпер И Краснодарский Преборостоительный завод Каскад То есть там уже не студенты А действующие инженеры Как бы предложили Тоже похожее решение Ну плюс-минус там Одинаково все У меня вопрос такой Ну я собственно говоря Я видел подобные решения Там в Волмарте Где уже вообще все без кассиров Все что в тележку кинул Она еще и взвешивает В какой-то другой стране Мне кажется Я не спорю Я к тому что Я хотел определиться А что такое инновация Ой Ну давайте начну с кейса Во-первых Вот давайте мы сейчас делаем Дон Пабло С вашего позволения Короткую минутную паузу Потому что мне кажется Это ключевой момент Давайте определимся в понятиях Вот с чего я люблю начинать Все эфиры Иначе Поговорим про это Возникает кашля Сейчас я с вас максом У нас самое интересное Всегда происходит Естественно Во время ютуб пауз Мы можем повторить И сейчас напоминаем Максим Власов Замгендира Агентства инноваций Города Москвы Я не мог не зацепиться За кейс с глэмпингом Что инновации города Москвы Во-первых Распространится далеко За пределы Москвы Как я понимаю Вы пылесосите всю страну Мы приглашаем Приглашать Всю страну У нас свои формировки Наши программы открыты И мы четко понимаем Что те кто хочет создавать Технологический бизнес в Москве Может прийти к нам И не важно Где ты родился Где ты учишься Где ты работаешь Здесь понятно Огромное количество партнеров Возможности Инфраструктура наша Безграничная Про нее расскажу Чуть подробнее Поэтому приходи Спускай бизнес с нами Ну вот я просто Классно разбирать Прямо конкретные кейсы Вы упомянули Вот про чувака Который пришел С идеей там Глэмпинга Ну Глэмпингов много в России Сейчас Сатулярный формат достаточно Там от Камчатки До Ленинградской области Тем не менее Что вы ему Да И это не Это не софтовая Это не софтовая идея Это классический Такой бизнес Это даже не совсем Наша профильная Ну как бы деятельность Но мы никому не отказываем То есть для нас Четко понять Сначала пообщаться И понять вообще Человек серьезный У него намерение Создавать свой бизнес Как я тебе рассказал Уже этот человек Был таким хорошим Бэкграундом Который отработал В корпорациях У него есть там Стартовый капитал Для начала своего бизнеса И в принципе По своим ощущениям Он понимает Что вот это Это не наш технологический кейс Мы ему не откажем В нашей экосистеме Департамента предпринимательства Мы просто Поздравляем друг к коллег Которые помогают Им сделать бизнес план Провести КАЗДЕФ Понять Выбрать площадку Где это можно делать Ну то есть там Ближайшая Подмосковья Может в Москве Где-нибудь что-нибудь придумает Такие тоже кейсы возможно Ну он наверное уже пришел С конкретной какой-то локации Нет Они как обычно Это полет фантазии А вот как Да конечно То есть вы даже на таких Как бы Мы работаем То есть смотрите Гипотетических бизнесах Очень важно И огромное количество Времени Которое мы Свои работы Тратим на то Чтобы хорошо упаковать идею Идея может быть Абсолютно разной Любимый мой вопрос Если мою идею украдут Что с ним произойдет На самом деле Идея ничего не стоит Важно Как ты потом будешь Это реализовывать Но при этом Мы четко понимаем Что когда идея упакована До того момента Когда с ней можно работать Как с предметом Интеллектуальной собственности У нас есть отдельный Центр интеллектуальной собственности Который помогает Патентовать И промышленные образцы И это не знаю Выпускаем патенты Работаем С РСЦИС По Это что такое За матершина Извините РСЦИС Что такое Внутреннее То есть это Поэтому я и спрашиваю Да Российский центр интеллектуальной собственности Вот Как я тебе рассказал У нас есть портал Ай.Москву Который в принципе Агрегирует Мне кажется Вы абсолютно Все продукты и сервисы Которые нужны тебе Чтобы начать Твой технологический бизнес При этом мы разбиваем На две большие стадии Ну то есть первое Когда ты пришел У тебя есть желание У тебя есть идея И ты вот Компания Или проект Коммандера Не стать Даже если у тебя нет единомышленников Тебе поможет найти Наше сообщество Там порядка 30-40 тысяч Талантливых ребят Со всей страны Которые помогут Помогут тебе упаковать Твою идею Может кому-то она понравится И у тебя там появятся Не знаю Компьютер-вижн инженеры С тобой Если тебе нужно Такую какую-то Историю А вы сбыт даете? Конечно Ну то есть здесь Очень важно понимать Как вот это есть Классическая Да там Технологи-пуш Или маркет-пул История Когда мы Либо снизу Проект Вот С тобой обсуждали Про тележки Отдельно поговорим Про них Приходит человек Он у нее верит В эту идею И наша задача Первая Верифицировать эту идею Ну помочь Вообще На нее просто будет От госсектора От То есть вы разрушаете Людям иллюзии Часто Да Это правда Потому что я знаю Как часто строится Иногда Это очень Такой Непростая С точки зрения Это достаточно Может быть Жесткая процедура Человек там Работал над своей идеей Два-три года Он приходит Мы говорим Не надо этим заниматься Сейчас И не потому что Мы такие умные Тут сидим А ты сгоришь Конечно Мы не умничаем То есть я сразу говорю Мы приглашаем Отраслевых экспертов Менторов Спикеров Наша задача Дать четкую И реальную картинку Параллельно Мы проводим Большое количество исследований В агентстве инноваций Есть аналитический центр И вот если зайти на наш сайт У нас есть огромный раздел По аналитике И поэтому Когда вы собираетесь Открывать технологический бизнес Сначала изучите рынки Мы анализировали Это недавно У нас бьюти тех Была история Зеленая Москва Огромные исследования Делали вообще Про вовлечение Студентов Ученых Инженеров В технологическое Предпринимательство Полностью разобрали Барьеры Страхи Поэтому Вы не одни Если вы думаете Что ваша идея Топ страхов Возьмем Какие топ страхов Первое Моя идея не взлетит Она никому не нужна Второе У меня нет денег Третье У меня нет единомышленников Это классика Ну то есть Все так думают Про это Но мы помогаем Полностью разбивать Наверное Эти страхи Путем Показывания Реальных кейсов Отдельно Мы анализировали Классную целевую аудиторию Которая Не знаю У меня Это делал подводку В начале То что Есть баумники Наверное Это инженеры Ученые Которые занимаются Неокрами Если Очень часто Это заказная разработка И они никогда не думают Про собственный бизнес Но тем не менее У них есть там Огромный Уже наверное Такой Запас Такого Интеллектуального багажа Да И который Так легко Коммерциализировать И они к нам приходят Вот он недавно Был у нас кейс Настя Рычкова Она создатель Инновационного Воздухоочистителя К тому что Слышит сразу Дайсоны в голову Проходят Не знаю В Сайоме Ну какая-нибудь попса Такая Которая сейчас на рынке Ну вот А как жесток Ну что поделать Это не российские разработки А вот Настя Она эколог Она аспирант МГУ И она много лет Занималась биосорбентами Да И Создавая биосорбент Ты не задумываешься о том Ну как ты будешь продавать Биосорбент Понятное дело Там Ты можно Встретить С какими-нибудь Агрохолдингами Или с какими-нибудь Медицинскими компаниями Настя пришла в нашу программу Академии инноваторов Разработала первый прототип Этого воздухоочистителя Он очень классно сделан Из такого шпона И биосорбент лежит в основе этого Для того чтобы Токсичность газов Которые есть Кратно Просходят Текущие аналоги И конкурентов на рынке И наша сейчас задача Это Как мы говорим Пропилотировать этот кейс Помочь Насте выйти на серийную партию Уже Приклеить инвестиции Для того чтобы начать Уже серийно Заниматься заказной разработкой Поэтому Для нас на самом деле На входе Не важно Ученый ты студент Школьник У нас есть ребята Кейс с тележками Которые ты озвучил Саша еще Будучи 11-классником Начал разрабатывать И работать с ним И поэтому Мы смотрим на Твое наверное Желание Твое видение И на ту идею С которой ты приходишь Ну вот у меня два вопроса По поводу тележек В итоге Что вы Сейчас Как вы Саше Помогли И второе Все таки Что такое инновации Раз они стоят В названии Саши Мы помогли тем Что придя в акселератор Он четко понял Наверное ту нишу И те И мы их Сразу его Говорим Поженили Или сметчили С потенциальными Заказчиками Это большие Ритейл сети Которые есть В нашей стране И сейчас Он проходит Пилотное тестирование В нескольких Ну площадках Пока так Это не магазины Классические Это скорее так Тестовые площадки И поэтому Наша задача Сейчас понять Реальный пользовательский Сценарий Вот этой тележки Как она движется Как она Не знаю Автоматически Сканирует товары Насколько Пользовательский Вот этот опыт То есть Насколько это будет Вас требовать Конечно Потому что Можно Как я повторюсь Можно прийти с любой идеи Но надо понимать Кому она нужна И зачем И вот если Твой вопрос Второй вопрос Про инновации Можно там загуглить В Яндекс.Бит Выйдет статья Из Википедии Что это новшество Которое улучшает Производственные процессы Или бизнес процесс Это так и есть Безусловно Но здесь Я в своей главе Разделяю Первое Конечно Это то что может Влиять на бизнес процесс Компании Организации Или крупного Какого-нибудь Ритейл магазина Второе Это Производственные цепочки Много у нас Хардварных историй Связанных С промышленностью Связанных С роботизированными Системами Например Ну парочка Просто У нас был Классный кейс Сейчас расскажу Связанный С Есть такая компания Я уже Как Два года назад Говорил Команда Потом стартап А сейчас уже компания Мфотех Ребята делают Инновационное покрытие Противопожарное Которое Может Источник возгорания За считанные секунды Его полностью Погасить И вот они у нас Выиграли Стали финалистами Конкурса Инноватор Москвы И наша основная задача Сейчас Это тоже Там у них Классный Бэкграунд Ученых Инженеров Которые Такие Все мы готовы Быть бизнесменами Наша задача Сейчас помочь Выйти на рынок Маркетинга Упаковать Где-то Привлечь Инвестиции Ну и дальше Двигаться По этому Треку Это вот Именно Кейс Когда мы Мы понимаем Что Блин Это классно Это реально Дома Не дай бог Чтобы было Такое покрывало Одно источника Мне кажется Были такие видюшки Вирусные Какие-то Там От коллег Там был вопрос Под китайцев Это есть Но здесь Ребята Полностью Свою Нашу технологию Разработали Сейчас Конечно Мы не говорим Про какое-то Серийное Производство Но так или иначе Мы к нему Придем То есть Это У ребят Это основная задача Вот Соответственно Возвращаясь К теме Про инновации Второе Это то Что помогает Улучшить Или вообще По-другому Взглянуть На Пользовательский Опыт Взаимодействия С привычными Вещами Как ты Относишься Вот там У вас новость Была В телеграм-канале Цифрового океана Что вышел Этот чехол Значит Для айфона С кнопочками Как у Blackberry Вот он Такой Значит Вот это инновации Или нет Олдскульными Олдскульными Прямо Ты говоришь Что олдскул А покажи Это там Не знаю Старшекласснику Сейчас Он скажет Ой как класс У меня в айфоне Кнопок никогда не было Это прикольно Я хочу ходить Вот с таким айфоном Да мы скоро Так до дисковых телефонов Дойдем обратно Ну винил Винил Рекордные Рекордные продажи В истории винила Конечно Перебили Цифры 1982 года Это правда Ну просто изменилась философия Это теперь модный аксессуар А не основной источник музыки Я всегда тоже Этот кейс привожу Это хороший кейс Я гоняюсь сам за винилами Поэтому вот по Москве По разным точкам Да ты еще и в баскетбол играешь В Тринте наш извечный Для питерцев соперник был в Москве Ну Еще один двухметровый человек В студии Извините за это Это редко бывает Но приятно Так Поэтому здесь Вот это инновация или нет Вот старшеклассники скажут Что для них это инновация Потому что их привычный пользовательский сценарий Он изменился Им прикольно и классно То есть это совершенно не обязательно Должно быть что-то уникально новое Для страны Или для мира тем более Потому что в мире много чего делается Мы конечно за это преследуем Сейчас очень много мы говорим Про технологический суверенитет У нас есть приоритетные направления Развития в стране Которые мы сами и форсируем И вдохновляем ребят двигаться по ним Но если ты пришел Ты понимаешь Что есть классная какая-то штука Которая тебе кажется улучшит Пользовательский там не знаю Интерфейс Или что-то еще Вот у нас есть проект Сурда онлайн Ребята делают Помощь Для тех кто Использует язык жестов Как основной язык общения Сейчас они пропалатировались на ВДНХ Ты приходишь там не знаю в МФЦ Или куда-то еще И стоит просто вот камера как здесь И она переводит И она автоматически переводит Это классная история Про наше взаимодействие Кто-то может там не знаю Извиняюсь за сленг докопаться Что это не инновация Но это не так Ну потому что для тех людей Которые да У которых нет такой возможности Ну сейчас Для них это супер инновация То что качественно улучшит Их уровень жизни Ну и вообще качество жизни Поэтому мы делим безусловно На входе все идеи Ну то есть мы их кластеризируем Группируем Дальше мы помогаем их Доупаковать Потом эти идеи проходят На такую огромную Межотраслевую Многоступенчатую экспертизу Это очень важно И при этом Как в самом начале сказал У нас есть три разных продукта А вы не можете ошибиться Можем конечно Это нормально Понятно что у вас большие мощности Для аналитики Для того Но вы можете погасить человека Вот человек Ну я знаю что такое Гореть идея Тебе кажется что она уникальна Что ты первый Я хотел только сказать Вот мы никого Мы не Вот основная задача Даже ту обратную связь Которую даем мы По результатам экспертизы Основная задача Не погасить человека Потому что Если человек хочет Что-то крутое создавать И классное Как у нас есть такой термин Пивот называется Ты что-то создавал 10 лет Мы немножко шире Показываем тебе картинку Ну примените Не знаю Материалы Или это покрытие Не знаю В электротранспорт Или где-то еще Все Человек понимает Спасибо большое Мы немножко переупакуемся И выйдем вообще на другой рынок Потому что нам показали Что этот рынок сейчас свободный Ну вот Соответственно Наша задача Подсказать Снавигировать человека Правильным образом Составить ему Вот есть у нас такое слово Мне кажется Оно вызывает Отращение У многих Дорожная карта Там План мероприятия Мы конечно уходим от этого Скорее это какой-то такой Трекшн карта Когда мы показываем Что надо делать На следующем этапе Вот Поэтому У нас есть несколько продуктов Ты про них сказал Везде подход разный Допустим Хакатоне лидеры цифровой трансформации Ребята разрабатывают IT решения Под запрос конкретный От города и бизнеса То есть мы минимизируем Историю То что у них Они приходят уже Зажженные Горящие Они решают Конкретный кейс Который нужен Заказчику И после этого Мы внедряем А есть по-другому Академия инноваторов Где мы встречаем Одних и других Ты пришел с идеей А тут есть 30 плюс корпорации Которые говорят Мы готовы работать С ранним этапом С ранними стадиями Ну то есть Смотреть Отсматривать Вот эти идеи Мы с тобой до эфира Обсуждали подход И зарубежных коллег И вообще Менталитет Сейчас корпорации И госсектор Готовы работать Даже на стадии идеи Они отсматривают Эти идеи И наша история Про то чтобы Как такое слово Соединить запрос Конкретный С тем С чем человек пришел И вот Когда мы соединяем Это Ребята могут 2-3 Иногда 6 месяцев Дорабатывать Под конкретного заказчика Свой продукт Результат Либо внедрение Ну то есть Это решение Ребята получают Коммерциализируют По факту Свою разработку Как конкретно В случаях отдельных Это хантинг Этих специалистов Как проектную команду Понятно И это По-настоящему Наверное Классная история Успеха Которая дальше Мотивирует Тех Кто к нам приходит И наша задача Всегда показывать Что Слушай Не мы-то такие умные Сидим А вот есть Ребята У которых Получил Сиди с ними Пообщайся Они тебе расскажут Несколько сообщений Максим С вашего позволения Виктор Здрасте Понятно Некоторые вас критикуют Нас традиционно Относятся с недоверием Ко всему Что связано С удовольствием Иногда это оправдан Иногда нет Виктор Здрасте Вам же Никита Небылицкий Вы не знаете Наш коллега И в недавнем прошлом Ведущий Серебряного дождя Рассказывал Как у чувака Джали бизнес По очистке воздуха В клиниках Я честно говоря Не знаю Что это за кейс Я тоже Я не знаю Что значит Аджали бизнес Не знаю И самое главное Что это не совсем Тут у людей Еще нет никакого бизнеса Насколько я понимаю У них есть только идея И здесь Я наверное прокомментирую Давайте все таки Аджали бизнес Но то что у нас Отжимает бизнес Направо и налево Это бывает Давайте с тем Что с фразой Которая все равно Резонирует И она привлекает внимание Мы всегда На стороне Ребят Которые к нам приходят Это не всегда Просто по отношению Ну там Взаимодействие С нашими партнерами Заказчиками Крупные бизнес Корпорации Там госсектор Но мы ребятам Четко Как я уже сказал Вначале Мы их сопровождаем И если мы понимаем Что ему надо сейчас Идти регистрировать Интеллектуальную собственность На себя Да Мы ему это скажем Что это нужно делать сейчас И мы помогаем С самого раннего этапа Сразу задуматься об этом Потом Какая-то сделка происходит Мы не лезем В финансовые Какие-то моменты Понятное дело Но мы посоветуем Менторов Экспертов Извне Которые дадут Третье мнение По поводу того Что человек Как это Я всегда параллель провожу Были очень много Кейсов Когда Музыкальных артистов Подписывают на лейбл В самом начале Да И потом их дают Всю карьеру Да-да-да Они там Молодые Там два хита Выпустил Подписал И не думают И все И потом Чтобы выйти из этой истории Это Их никто не сопровождал Мы же Вот Проводя параллель Мы здесь Ну то есть Мы как институт развития Как институт поддержки Мы здесь То есть вы еще как бы Защита от рейда 100% Это важно Потому что Если Там Один вот такой кейс Вот этого Знаете Негативного Какого-то опыта Я не знаю Я не знаю Может это просто У чувака Налажен Подоговоренностью С главврачами Там постановка Систем очистки Как обычно бывает В медбизнесе А потом его оттуда выкинули Зашли другие Я не знаю Я обобщил немножко Эту историю И посмотрел через призму Того что мы ребят сопровождаем То есть не то что ты закончил У нас акселератор Мы потом про тебя ничего не знаем И так далее Нет Мы стараемся Со всеми общаться Сопровождать И подсказывать Доброе утро Есть вопрос Максиму По зарядкам для китайцев Если можно Дима Конкретизируйте О чем идет речь Может быть вы хотите Какие-то делать Зарядные станции Для китайских электромобилей Я готовы У наших ребят Которые уже это производят Есть стартапы В нашей системе Которые это делают Конечно Я знаю Один из наших Таких друзей И коллег Ну вообще Из экосистемы What's Battery Несколько лет назад Точно я помню Что они переносили Они разрабатывали Даже переносные Зарядные электронные Станции Которые могут По-моему И дом питать В течение нескольких дней Это тот, чем Маск занимается Да Соответственно И я очень Честно скажу Не следил за их трекшном Последний там Год-два Но я помню прекрасно Что они хорошо развивались Поэтому вот ребята есть Если у вас есть друзья китайцы Предложите им Отечественные продукты Просто давайте Я попрошу Диму Пояснить По конкретно Потому что Не до конца Понятна суть вопроса Плюс 7903 7976 333 Номер для ваших Ватсап сообщений Вы в Москве Вы за ее пределами У вас есть какие-то идеи Может быть вы их уже Начали реализовывать Вы можете вкратце Быстро мне сформулировать Сюда прислать И я у Максима Прямо в режиме реального времени Спрошу Может ли Его организация В данном случае Каким-то образом помочь С упаковкой С проработкой С социологией С маркетингом И с софинансированием Потому что это отдельный разговор Гранты и так далее Нам надо сделать короткую паузу И мы про гранты Поговорим уже в FM Через 7 минут Ребят Продолжаем Цифровой океан Вы подали в Ютуб В Ютубе опять Очень интересно Максим Власов Зам Гендира Агентства инноваций Города Москвы У нас в гостях Курирует кучу Всяких разных хакатонов Международный В том числе Лидер цифровой трансформации Он так называется Премию мэра Изобретателем Новатор Москвы Непрерывную программу Развития стартапов Ранних стадий От идеи до успешного техбизнеса Академия инноваторов Руководил Москоу Сити Хак В 21-22 году Короче говоря В общем чувак реально Ну вот рубит Во всех этих историях Мы говорим о том Что такое инновации Как получить финансирование Как правильно упаковать И чем Организация Максима Может помочь Вообще ребятам И не ребятам Вообще нашим согражданам Тут нет ограничений По возрасту Не только из Москвы Но и из любой точки Страны Кто хочет зайти на московский рынок А может быть и на рынок Всей страны Потому что Многие решения могут масштабироваться Мы как раз Об этом В ютубе говорили И Максим приводит Пример кейса По софта Который позволяет Используя нейросети И алгоритмы Там распознавания образов И так далее В мобильном телефоне Камера условно говоря Для например контроля Незаконных Точек торговли Точек торговли Да это вот Ребята коллеги Из администрации Краснодарского края Ставили нам такую задачку И мы увидели Абсолютные разные подходы Ну то есть мы как Наверное В Москве Мы Как я уже сказал Мы по другому Подошли к этому вопросу Но Для нас Мне кажется Интерес Взаимодействии С другими Регионами С другими Командами Губернаторов Это посмотреть Какие есть сейчас Запросы Потому что Очень много задач Которые нам уже присылали Мы не стали их ставить В паблик Выносить Потому что у нас Есть такие решения И мы готовы Ими делиться Ребята уже разрабатывали Несколько лет Различные решения Для нас классная кисть Когда московская компания Пойдет и будет масштабировать У нас есть программа Пилотного тестирования Это классная история Когда ты можешь Первое верифицировать Свой продукт Нужен он заказчику Или нет И эта программа Тоже начала масштабироваться В регионе Но если Ты приходишь Со своим решением Я там в чатике Вот я видел Что у кого-то Есть скамейка Или что-то еще А я сейчас Кидаю Много приходится Приходите к нам Рассказывайте про это Заполняйте заявку И если у вас есть MVP этой скамейки И мы найдем с вами Тот самый Это обязательно MVP иметь Конечно Это как бы Что ты будешь тестировать Ну то есть Если это скамейка Как бы Давайте ее протестировать Можно на нее сидеть Там это по-моему Про снег Что-то такое Наверное Она какая-то Нет в целом Для захода к вам MVP обязательно Или я могу Зайти на стадии идеи Я сейчас говорю Про программу Пилотного тестирования Где понятно Повышенные требования К тому С каким решением Надо заходить Потому что Надо что-то тестировать Если мы Плюс Если мы говорим Про московские площадки Про городские площадки Парки Больницы Школы Объекты Общего Какого-то назначения То мы даем еще грант На 2 миллиона рублей На это тестирование И полностью Сопровождаем Процесс пилотного тестирования И вот у нас есть кейсы Когда Пример приведу 18-летний Максим Он собрал команду Он разработал Сервис распознавания Медицинских соображений Можно сказать Таких много на рынке Но там было Именно сфокусировано Под конкретную задачу Центра телемедицины И диагностики Москвы Значит он ее разработал Получился классный алгоритм Который полностью Улитворял заказчика Макс понял Что это классно Упаковать В свой стартап Создал юридическое лицо До Обучил нейронку То есть там Датасеты коллеги Мы предоставили И он пошел Пилотировать это решение В реальном секторе То есть прогонять В центре телемедицины Изображения Которые появляются И там коллегам Собирается в единую базу Совсем Москву И через свою нейросеть Мы выдали грант ему И он успешно Это пропилотировал Для того чтобы В дальнейшем Это внедрить Ну или масштабировать Свою практику В другие регионы Поэтому для нас Пришел с идеи Упаковал ее Мы нашли Тебя заказчика Если это городские площадки Еще и грант дадут Поэтому На всем этапе Стараемся поддерживать Окей Плюс 7903 7976333 Для ваших Ватсап сообщений Присылайте Свои какие-то идеи Набрасывайте И Макс сразу Оперативно скажет Ну Стоит ли вам Оформлять заявку У них на Какой у вас сайт Кстати I.Moscow I.Moscow Вот на I.Moscow Так Значит Спасибо Очень интересный эфир У меня есть идея Очень простой технологии Применять можно В строительстве Ремонте В быту По всему миру Поддержка В части химии И технологии И сможете ли вы Оформить идею Патенты И ТП Ну последнее Да Приходите У нас будет сейчас Конкурс Новатор Москвы С 8 февраля Где есть как раз История Про то что Мы поможем Допаковать вашу заявку Вы получите Межотраслевую экспертизу По этой тематике Если что Вас подружим С нашими друзьями Которые В части химических Наверное Каких-то процессов Помогут Максим Спасибо за Хакатон ЛЦТ Якутия Ого Якутия привет Очень ждем новый Когда Что такое ЛЦТ Это вот как раз Хакатон лидера цифровой Трансформации Вечер наверное В Якутии Значит Скоро Так могу сказать Я думаю В конце марта Мы порадуем Все сообщество Наше большое Новым Классным Интересным Хакатоном Так Значит Дмитрий Кстати говоря Который нам Набрасывал историю По зарядкам Для китайцев Есть Я понял Он к сожалению Присылал аудиосообщение Я не могу послушать В эфире Просто технически Такой возможности Сейчас Но Я кстати тоже инженер Разрабатываю велики Очень нравится ваша программа Хотел подарить вам Свою книжку Дим присылайте А я ее порекламирую В каком-то из наших эфиров Цифровых океанов Это очень приятно Он автор книги Зачем изобретать велосипед Дмитрий Колесник Вот Дмитрий Приходите Видимо зарядки Скорее всего Для великов Или чего-то Приходите нам Своим велосипедом Свои идеи Соответственно Для того Чтобы Так или иначе Мы помогли С упаковкой Вывод на рынок Окей В сфере образования Гранты есть Оффлайн образование К сожалению Без конкретного Описания идеи Но Смотреть Образование Для чего Если мы говорим Про образование В сфере предпринимательства Технологического То Можно прийти к нам Мы Огромное количество Курсов В том числе От наших партнеров Это и Сколтех И Вышка И МФТ У нас есть В свободном Бесплатном доступе В Академии инноваторов Регистрируйтесь Они там доступны Соответственно Если мы говорим Какое-то уже Профессиональное Отраслевое Но здесь надо Точно уточнять Поэтому Если есть вопрос Уточняйте Окей Окей Так Максима В эфире Можете разобрать проект Есть ли шансы Или нет Спрашивает у нас Роберт Я сейчас попытаюсь Такая прожарка Да ну вообще Кошмар Ребят Ну вообще так не делается Подождите Секундочку Сейчас Секундочку Секундочку Я загружу ссылку Извините У нас как бы Волшебника Сулеймана Все без обмана Я надеюсь там нет Какой-нибудь нецензурный Планета.ру Секунду Я смотрю Так Проект High Games Экстремальные игры Ой классно Вот вот Я Ну мне не очень удобно Значит Вот они видимо Они Именно Они пытаются собрать Сто тысяч рублей Да Вот На донатах Так Проект До High Games Наши виды спорта Без перспективного увлечения Теперь у детей Которые с малых лет Катаются на скейтбордах И велосипедах BMX Будет осязаемая мечта Создадим будущее Так Звучит как классический агрегатор Классический бизнес Да Только я не вижу описания самой идеи Так Но для меня пока это звучит как агрегатор Очень классно Что вы историю с донатами Сразу переключили на сайт Поэтому мне кажется Слушатели которые хотят поддержать По всей видимости Они хотят Честно говоря Они хотят проводить экстремальные игры В формат соревнований международный Это означает что мы приглашаем лучших атлетов Со всех стран Чтобы они смогли совершить Зазвание чемпионов High Games Это открывает большой потенциал Для международных спонсорских возможностей Все очень интересны к событиям Наши экстремальные игры Не будут ограничиться только дневными соревнованиями Та-та-та-та-та-та-та-та-та Тут в общем много всего описаний Это какие-то экстремальные игры Ну по BMX и по... Ну надеюсь это такие экстремальные игры Ну они так называются Как правило X Games и условно Вот с таким проектом Можно к вам прийти? Это про департамент То ли туризма То ли здравоохранения То ли молодежной политики Я не знаю к чему это У нас еще есть Спорт, спорт У нас еще есть спорт У нас... Ну кстати можно и про молодежную политику Коллеги Очень много инициатив Приходите, рассказывайте Мы рассматриваем Мне кажется огромное количество инициатив Это безусловно не технологический проект Не технологический бизнес Там есть технологическая основа Телетрансляции Какое-то участие Возможно ставки туда можно будет ставить На спортсменов Если сейчас... Это к вопросу про инновации То есть здесь можно сделать сайт Ресурс там Тра-та-та Вокруг этого целую систему Если был бы искусственный интеллект Который меня рекомендует Как им экстремальным спортом заняться И как Там не знаю Рекомендательный сервис Вот я бы назвал это технологическим бизнесом Который в основе которого Лежит классный рекомендательный движок То есть правильно ли я понимаю Что вот это очень интересный момент Он не лежал на поверхности Сначала что в принципе Вас может заинтересовать Не весь проект в целом А какая-то его часть Которая будет ложиться в... Представим Потому что если... Конечно Потому что если возьмем... Если ребята сделали Рекомендательный сервис Движок Для этого проекта Они могут сделать Для любого заказчика Вот пример приведу Ребята Команда Артмосфера у нас есть Они сейчас Пилотируют С агентством креативных индустрий Площадку для бронирования Креативных услуг Онлайн-площадку И там у них есть Искусственный интеллект Мы им еще грант на это выдали Ребята прежде всего Классные айтишники Из Москвы И из ЭТМО Соответственно Они сделали Классный рекомендательный движок Хорошо это упаковали Я четко понимаю Что эту команду С этими компетенциями Можно развивать И показывать Большому количеству Разных заказчиков Если они это сделали Для креативных индустрий У них есть все шансы Это сделать Поэтому да Безусловно Рассказывайте Что за ядро Вашего проекта Не то что главное Это же я у вас Ребята прошу Пришлите сюда Вы мне все Шерчьте эти вопросы Они сразу донаты Может быть Слушатели Среди дождя Пожертвуют На развитие Экстремальных У нас отзывчивая Очень аудитория Она и нам Помогала в свое время Мы тоже Наконец Краудфандинг Почему нет Почему нет Тем более сумма Небольшая Так Здрасте Есть готовый тул Для создания Уникальных форматов Рекламы Для мобильных устройств С использованием Многочисленных Датчиков Смартфонов Нужны разработчики Для того Чтобы развернуть Код в облаке На серверах В РФ И отладить Протестировать продукт С уважением Михаил Михаил Звучит абсолютно Как достижимая задача Есть у нас У сообщества Лидеры цифровой информации Огромный чат Где По-моему Три с половиной тысячи Классных Талантливых Айтишников Готовы помочь Готовы развернуть Решение на серверах И помочь Расскажите им про идею Приходите Ребята откликнутся Как называется Прям лидеры цифровой трансформации Лидеры цифровой трансформации В телеге пишите Найдете в чат Так Ребят Делаем короткую паузу Да, Дон Пабло? Через 10 минут Мьюзик-инферанса Я напоминаю Уникальные проекты В хаос-музыке В отечественном радиоэфире Только в Эфеме Под среди над дождем Король хаоса Дон Пабло Неизвестный герой Дискотека Ибицы Но это через 10 минут А еще 5 минут Мы проведем вместе с Максимом Да, Максим-то вам зашел Дорогие друзья Быстро он на некоторые вопросы Отвечал В том числе по навигации На их ресурсе i.moscow Там в чем нюансы В нашей ютуб-паузе Значит По поводу их чата ЛЦТ Дефис 20-24 Вот я нашел Вот, пожалуйста Тут их Ну, два Они, видимо И тот, и другой Ваш Лидерс Лидерс ченнелс Лидерс толк Канал, где только Полезная информация В чате 3,5 тысячи человек Ну, в общем, найдете там Кто он Так Не успел спросить Чем выгодно отличается Резиденство в миг От Сколково И, конечно, хотелось бы Показать проект По e-mail ответили Крайне невнятно Интересно С какого e-mail вам отвечали Присылайте Посмотрим еще раз Что касается Резиденства С нашими друзьями И партнерами Важно понимать Каких целей вы преследуете Что вам нужно сейчас У коллег из Сколково Есть свои преференции С точки зрения нашего Московского национального кластера И вообще нашей экосистемы Как я уже, мне кажется За весь эфир рассказал Что вы сразу попадаете Мы вас упаковываем Со всех сторон Поэтому присылайте Посмотрим Разберем конкретные примеры Скажем, где лучше Про бабки В каких случаях Вы выделяете какие-то деньги На поддержку Они, может быть, не очень большие Там миллион, два миллиона Но, тем не менее Мы помогаем их находить Первый тезис Ну, то есть Если проект готов К привлечению инвестиций У нас есть центр Инвестиционной упаковки То есть Привлечение денег От инвесторов То есть вы не свои деньги Инвестируете Иногда свои Вот, допустим Была недавно новость У нас есть Moscow Seed Fund Это Московский фонд Пассивных инвестиций Который в том числе Вкладывает деньги И раздает гранты Начинающим предпринимателям Вот, по результатам Академии новаторов Мы раздали Три гранта Ребятам Как раз на старт Своего бизнеса Поскольку? По-моему, 1300 Сколько они там У них на первых этапах Вот, но потом Они уже перешли Как я сказал В грант пилотного тестирования Это 2 миллиона рублей И это Это не требуется Финансирование Это просто вот Да, все верно Это не требуется Финансирование Со стороны Возврата Нет, все Ну, безусловно За грант нужно отчитываться На что вы его тратите Особенно говорим Про пилотное тестирование Своих инноваций Очень важно показать Что за время пилотного Тестирования Вам Так или иначе Ваши цели и задачи Не изменились Даже если не изменились То надо с нами Все-таки Окей Посоветоваться А в целом? В целом Значит Ну, как я сказал Блог есть с инвестициями Там очень важно У нас есть сервис Как я уже сказал Упомянул вкратце Инвестиционная упаковка Мы поможем Упаковаться так Потому что Маркетинг твой Публичный И маркетинг для инвесторов Это разные вещи Абсолютно разные вещи И это важно понимать Часто на старте Это не понимают Как бы вот Показывают презентацию Инвестору Которые там Про то Что я выиграл Грамоту русских медвежонок В каком-то году И я запрошил Золотой медали Исток не нужно инвестору Показать трекшн Да, да, да Ему надо конкретно Про цифры Все Поэтому Здесь это тоже важно понимать И Мы с Вестерной сопровождаем Поэтому Очень часто еще коллеги Там с федерального уровня У них есть огромная Линейка разных грантов Мы помогаем заполнять заявки Навигируем То, что нужно сейчас Проект Понимаете? Окей Доброе утро Поздно подключился У меня ферма Высокоточных Скоростных 3D принтеров Запускали под печать Своих деталей Детали все напечатали Принтеры простаивают Могут ли коллеги Помочь с поиском заказчиков Или там Переразворота идеи Можем помочь С поиском заказчиков Классная история У нас есть два Сервиса Проект У нас есть сервис Который реализует Компарат Развитие Зеленограда Фабрика прототипов И есть у нас В агентстве инноваций Центр Цисис Центр Испытания Сертификации Изделий Я думаю Что можно С коллегами пообщаться Если у вас есть оборудование Которое может быть использовано Почему нет Мы поможем Окей Можно еще раз повторить Реквизиты вашего собеседника Максима Власова i.moscow i.moscow Вот Да Поэтому приходите А там можно написать Максиму Власову Можно в чат Который вы сказали Я там А он администратор Он все увидит Пишите вот Слушал вас на серебряном дожде Указываешь В приоритетном порядке Спасибо за эфир Всем спорт Всем цигун Ребята У меня тут Новая тема Глубоко заходит Так Значит Короче говоря Масса Зработка софта Для биллинга Майнингового оборудования Хотели бы грамотно Упаковать софт Сможете помочь в этом Звучит как тема Которую мы как раз С тобой обсуждали Мне кажется До эфира Да-да-да Про финансовые пирамиды И да Выпуск NFT На майнинг битка Поэтому Приходите Рассказывайте Там что-то было Про сайт Академии инноваторов Плохо он работает Пришлите Что плохо в нем работает Мы стараемся Сделать его лучше А так Можете с нами В телеге связаться Мы всегда поможем Подскажем Ребят Спасибо огромное За вашу реакцию Еще раз говорю Редкий случай Серьезные госчиновники Молодые кстати Талантливые У нас в гостях Я надеюсь Что для кого-то Этот эфир Станет полезным В прямом И переносном смысле Еще раз Максим Власов У нас был в гостях Заместитель гендиректора Агентства инноваций Города Москвы Пользуйтесь Этими возможностями Они реально Могут сработать Спасибо большое Спасибо большое Уважаемые Слушатели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok